всем привет друзья как у вас дела мы сейчас выехали погулять вместе с коли и викой они пошли по делам чем хотела вам сказать смотрите как мне подходит корейский шампунь здесь лежал уход и прямо мне идеально подошел волосы такие знаете легкие чистые но при этом и и объем есть такого объема у меня не было и такие вот прям классно если бы не такая духота то это свежесть сохранялась бы на дольше а так получается из-за того что душно влажно это вообще какой-то треш сегодня посмотрел 35 градусов будет жары вчера тоже был 35 градусов жары но все же горит мне нормально не знаю горчего все жалуетесь горит я вообще ну как бы не поте мне не жарко я не могу прям вся обливаюсь короче было ужасно здесь поздоровайся со всеми привет ну и чё тебе нравится в корее давно ты здесь не было мы вчера тоже отдыхали серже прям вообще все понравилось и если я например уже устала и хотел спать он горит ну чё горит куда ничего пойдем гулять какой-то учете силы есть что ли но видимо у него были силы но мы никуда вчера не пошли все равно потому что я устала ужасно серж хочет в пупешку сходить мясо пожарить да да хочешь ты хочешь кстати на сними мне часы и сделай корейское время а то я живу по римскому времени сегодня очень облачно обещали возможно будет дождь сегодня уже 11 часов сегодня да но в общем знаете такая погодка когда очень душный душный дождь будет почему не будет я погоду смотрела но вполне вероятно что дождь будет нет здесь дождь это не это не равно прохлада дождь это значит будет парилка сауна на улице только что до меня дошло что я забыла телефон дома но принципе ладно мне никто звонить и я надеюсь не будет просто тогда я не смогу ничего снимать ты взял хотя бы свой телефон хотя бы все что тебе да туда буду story снимать ну а потом кроме того подключить а у тебя всякие фильтры этот раз я вообще очень редко забываю телефон дома постоянно да а я редко забыл то что телефон не всегда нужен а сейчас я забыла потому что ну подумала наверное чем не в корее нужен телефон кстати мы вчера когда ездили серж уже сидел за рулем ездил в корее что ты хочешь сказать по правилам что отличается здесь что тебе непривычно было дороги уже уже расположены не так и буквы не понятна смысле сами полосы уже что ли а светофоры каким образом ну то есть например если у нас мы подъезжаем прямо впритык светофор стоит на перед перекрестком а он прямо на перекрестке стоит даже дальше он один до общей он один общем короче в центре стоит грубо говоря по привычке хочется же к светофору подъехать и на а там нихера он за 10 метров на основном ну да это непривычно отлично я телефон дома забыла кто ты забыл да да и не знаю вот там водичка мы уже выехали за город века сколи привезли нас в икею потому что им нужна мебель мы сейчас смотрим сержим по ценам кстати я хочу сказать что здесь намного дороже икеи чем в россии ася цены здесь выше намного в россии же получается мебели киевская в россии но изготавливается в большинстве своем но здесь они на местных поставщиков нашли я не знаю иначе почему тогда здесь такая разница в цена на наверно зато далеко вести не знаю ну во первых здесь выбор не такой большой чем в россии не все линейки представлены и те что представлены они дороже а диваны такие кровати и шкафы на намного дороже чем у нас в икеи потому что буквально перед отъездом или руки и там ну вообще принципе сейчас цены поднялись в икея но здесь повыше кстати в корее как еще одна и открылась ходим гуляем ну а так в основном все то же самое конечно здесь такой классный вид вон особенно туда красиво а где там серж серж куда-то ушел а куда он пошел интересно вообще молодно я честно первый раз в икее корейской красота красота и там такая духота блин даже выходить не охота честно говоря на улицу я тебя ищу а ты оказывается здесь как на вокзале чё прикольно здесь чувством чё джетлаг не отпускает тебя а это когда ты не можешь организм не может не успевает за временем когда ты очень большую разницу во времени совершил потом пойдем туда а там чё дадим вот и вот и аутлет вот туда пойдем гулять уже кушать охота чё-то ну сейчас скопом 204 5 смотрите как меня комары покусали везде ужас просто поля там очереди стоит века здесь но как тебе корейская киеве нравится нет да то же самое все не высоко кстати да здесь стандарты ну вот почему у нас шкаф он достаточно высокий а здесь таких нет шкафов один был вариант но и его нельзя было собрать то есть вот просто как готовый не больше то есть на низкие потолки здесь мебель короче рассчитана это конечно да не очень ну а с другой стороны зачем тебе высокий шкаф но хотя под их сейчас потолки в принципе высокий шкаф подошел бы да я еле-еле бы залез но зато лишнего пространства не было бы сверху она должна быть для чего да пойдем здесь рядом с икея есть лоте outlet и вот мы сейчас до сюда пришли погулять и пообедать пойдем а вот это костюмчики для купания фигура фигура здесь большой торговый центр что-то неохота гулять да я кушать хочу но гулять не охота сейчас бы слона съела как съесть слона смотрите там как весело внизу чего сергей ты такой довольный я такой довольны пришли мы в кафешку здесь торговом центре поесть и здесь кимчи попался волос серж сразу его убрал и говорит ой а можно поменять я говорю уже тебе никто не поменяет не поверит если ты увидел что здесь что-то есть никогда не вытаскивая оттуда теперь мы и кушайте а я тоже не хочу это есть волосатые кимчи я могла ну да кимчи можно дом поесть но просто понимаешь ты хочешь чтоб тебе поменяли но при этом ты все улики убрал нету уже все пепти-кола принесли это видишь что это пепти-кола 1962 года такая упаковка была на типа новая ограниченная новая старая серия белок здесь нет здесь палочки я думал что ты не умеешь палочки будут сейчас подожди сразу видно ты не местный он он был и с годы это и Нормально? Аппетита! Спасибо! Вот, что принесли Сержу. Все такое горяченькое. И, надеюсь, без волос. У меня супчик очень горячий. Можно мы потом добавки попросим? Добавки чего? Салатиков? А что там жарится? Рис там у тебя лопается. Рис там пригорел. И здесь пригорел. Вот ты и ешь корейскую еду. Ты рад? Что приехал в Волгоград? Приятного, приятного ешь. А вот и трусы. Три пах. Нормально. А вот и трусы, да. В общем, мы ходим, гуляем по торговому центру. Серж поел. И его еще больше начало сон клонить, поэтому сейчас пойдем кофеек купим. Найки. А что ты хотел себе посмотреть? Давай посмотрим. Прикольные тапочки. Эти золотистые. Ничего, розовые веселые. Каждый раз что-то новенькое. И вот эти нравятся. Да, кстати, они не похожи на спортивные. Твоя модель, что ли, это, которую я тебе купила? Эйры. Серж купил себе шорты одни, чтобы здесь ходить. Черные, классические, обычные. Потому что так-то он шорты не носит на улицу. Да и в Москве погода не позволяет. А здесь очень жарко. Что там? А, нам уже скоро подростковые придется смотреть, да? А я вот сейчас подумала и стала переживать. Ага, время-то быстро летит. А, вон, Криспи Креми. Можно здесь кофе взять. Вон. Да. Пойдем. Да. Нашли здесь кофейню. Уже сделали заказ. А они пошли куда-то... А, они вон там гуляют. Но мы не будем далеко уходить, а то не будет работать. А вот эта кто такая? Она откуда? С какой группы? Это же Сан-Ми. А, это Сан-Ми, что ли? А-а-а. Что-то она здесь на себя не похожа. Ага. Да-да-да-да. Ну что ты, довольный, нет? Довольный я очень. Серж выбрал себе макиято, а я взяла лотте. А, латте. Мы просто в лотте ходим. Все хочу сказать лотте. А я взяла латте. Но у меня он крепкий. Ну-ка, дай я твой попробую. Серж. Сливки хочу попробовать. Ой, у тебя он такой приторный. И прям карамельный вкус. Прям как ты любишь. А где я? А где я? Сзади идет. Впереди. Дождичек начал идти. Я же говорила, сегодня будет дождь. А мне никто не верил. Мы уже в другом магазине. Да, здесь с Викой увидели разные... Мерчи, это можно, да, сказать? Битти 21, BTS. Бутылочки разные интересные. Что только здесь? Трубочки. Трубочки тоже такие? Да. Вот такие стаканчики тоже классные. Красные. 1200 стоит сейчас. Доллар. Ну, вот такого. Да, интересно. Уже на улице стемнело. Потому что сейчас который час? Ну, 8. Где-то, да, 8 час. Здесь старые апатры, пятиэтажки. Не успели мы приехать домой, как начался ужасный ливень, дождь. А у нас хорошо, окна закрыты. И, ну, не заходит сюда сырость, влага. Я еще монтировала видео, сейчас поставила на подоконник свой ноутбук. С завтрашнего дня у меня там будут некоторые дела. Мне нужно было сделать менеджера на свой основной канал. Вот, поэтому не будет пока времени ходить, гулять, развлекаться. Потому что у меня, да, есть незаконченные дела, которые я еще не успела сделать в Москве. Но, ничего, я надеюсь, что я быстро с этим справлюсь. Серж, кстати, устал. Отдыхает. Каролина сегодня весь день спала. Мама сказала, потому что, видимо, скучно было. Я не знаю, либо же в режим никак не вошла. А я нормально себя абсолютно сейчас чувствую. Ну, то есть, сейчас будет уже ночь. Я спокойно лягу спать. То есть, нет такого, что вот спать я не хочу. Но при этом, ну, такое ощущение, как будто бы я по Корее сейчас живу сегодня. Хотя, не знаю, это у меня только сейчас такое ощущение. А сегодня днем было не очень. Вот. И я надеюсь, что я быстро войду в колею здесь. Поэтому смотрите следующие влоги, которые будут выходить. Предыдущие, если вы их пропустили. И ставьте лайк под этим влогом, если вам понравилось. Кстати, вот как выглядели мои волосы с утра. И как они выглядят сейчас после такого климата. Вы видите, да, какая разница. Потому что очень влажно. Вообще ужасно это раздражает. Вот. И ставьте пальчиков под этим влогом, если он вам понравился. Увидимся с вами завтра. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok